Доброго времени суток! Вот только что получил письмо от Весли. Это всем известный специалист по БТГ-разработкам. Он занимается тем, что охотник за головами, которые разрабатывают бестопливные разные БТГ-устройства, вечные двигатели, и он их выкупает, перекупает. Все мы это уже знаем, то есть при этом он сулит большие дивиденды, в частности, если вы хотите, можете уехать к нему непосредственно, работать у него на компании, также вы можете поехать в Германию и так далее. Ну то есть это, как говорится, среди изобретателей БТГ известный человек. Так вот, я не буду комментировать его видео, просто я поставлю кусок его видео, вырежу только английскую его версию, и вы посмотрите. Он просто попросил, чтобы я на своем канале разместил его мнение по Сергею Панове и всем известным Колобухову. О том, как Сергей Панов у Колобухова покупал за 5 тысяч евро БТГ-устройство по бесплатной выработке электроэнергии. Ну, смотрим, я не буду высказывать свое мнение, послушаем, что говорит по этому Весли. Дорогие друзья, Сергей Панов купил устройство за 5 штук. А Руслана, он, наверное, посмотрел на это устройство, перед чем он выложил бабки. Он не увидел никакого там провода маленького, подключенного. Потом взял это устройство, в это время как-то Руслан должен обрезать этот провод. Потом приел домой и думал, почему не работает. А потом повторю этот трик для нас, трюк. Ну, когда смотрим на этот провод, он такой вот короткий и там изолента вообще не тронута, там к нему ничего не подключишь. Причем, если он повторил этот труп, то же, так же само, как Руслан это делал, он возле создал устройство, он выходил на балкон с этим всем. Раньше перед этого показывал этот провод, там ничего не было видно. Как-то непонятно. Причем, когда мы смотрим на его PDF, который он показал, этого провода вообще там нету. Там смотришь на эту пайку. И она вообще не выглядит, что там было что-то обрезано. Но там было написано. Чик-чик. Плоскогубцы. Ну, вопросик вам. Где трик? Кто сделал трик? И почему он его делал? Благодарю вас за вашу великий. Я не против вам. Ну, как-то странно. Пожалуйста, хотите. Блок питания. Включилась блок питания. Блок питания. Субтитры создавал DimaTorzok Пошло, сейчас нажимаем кнопку пуск Субтитры создавал DimaTorzok Система завелась, потому что я уже чувствую, что вентиляторы стали сильнее гудеть Отключаем нашу нагрузку, отключаем наш блок питания Все, система работает Субтитры создавал DimaTorzok 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 Руслан, оцени как работает твоя система Роман Корнухов, у которого ты там спор эту систему Я ее тоже сделал, вот она, сейчас она пойдет всем людям, я расскажу как это все работает Я расскажу, все это должно быть в публику идти, то есть это не должно скрываться Если это все вылиться в массы, это больше не укроется, ни ты не сможешь, ни Васмос, ни Капанадзе, никто То, что ты показывал, это были ложные схемы, да, вот, Руслан, ну правильно, вот сейчас я покажу как все это работает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не могу сделать вообще, чтобы было решено, что это было лучшее, ни Капанадзе Но она не засталась Ну а там, как пиздец, ни кое-как-тите в 하지, ни о ссене, ни в подседе, ни о ссене, ни о ссене. Ни о ссене, 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 ни о ссене. Могура, ни о ссене из ю unrest провод обреза а где этот провод а здесь вообще не видно что какой-то провод был но на виде ки тот провод есть все левая схема вся вот эта кнопочка пуск у нас никакие не импульсы не качер ничего качер уже врубает он уже горит уже показывает вот сверху единица вот сюда он подрубал вот сюда он подрубал вот сюда он подрубал фазу нашу понимаете вот блин когда я не мог долго понять что Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok